Мы говорили много про многоженство. Хотелось бы просто заяснить, потому что у человека не было такой мысли, что мусульман там много жен, он такое представление, как будто какой-то султан там большим животом лежит дома и вокруг него женщина ходит. Это не это понимание. Почему? Потому что, во-первых, ни в одной религии нет ограничения по женам. Отсюда понимается, что человек может иметь хоть сколько жен. То есть, например, отец Павел говорил, хорошо, если у священнослужителя будет одна жена. Но ни в Библии не сказано, ни в Торе, нигде. В Кораническом тексте Всевышний Господь Бог сказал, на оригинале звучит так, то есть первоограничение. Даже это правильно бы сказать не многоженство, а четыре жены. Потому что многоженство у человека будет понимать 10, 20, 30 и так далее. С первого ограничения Всевышний Господь Бог сказал, можно вам жениться на двух, на трех, на четырех. Первое ограничить. Пять уже нельзя. Это грех перед Всевышним Господом миров. Второе ограничение. Но если вы не сможете быть справедливыми по отношению каждой, то тогда одна. Бог нам говорит, творец, создатель, приказа, тогда одна. Опять же, хотел почихнуть и умывте. Ильдар Хазрат, одна жена, и у меня одна жена. То есть, ну просто здесь мы должны понимать, то есть тот человек, который прибегает к многоженству, делает там никяху, заканивает брак, этот человек уже по сути своей, у него есть какая-то набожность внутри, ответственность и понимание, к чему он идет. То есть, например, берет две, три, четыре, он понимает, то тоже, так же должен он ее содержать полностью. Тоже он отдельное жилье у нее должно быть, отдельный там бюджет для нее должен быть выделен. Если у него не было бы этого понимания и этой набожности, он бы тогда пошел вот как в любовницу взял бы там, или сожительницу взял бы, хотя у сожительницы нет таких прав, там, сегодня, здравствуйте, завтра он может ей сказать до свидания, ты, я тебя не знаю, ты мне не жена, я тебя не муж, все, разбежались и так далее. Вот когда будешь законной супругой, потом будешь мне задавать такие вопросы, вот и так далее. Опять же, если, например, мы сейчас сравниваем как бы с институтом сожительства, сожители, сожительницы, это чуть, как бы, разные вещи отличаются и так далее, как бы, но, опять же, нету такого обязательства брать две, три, четыре, но если вдруг уже к этому человеку, к этому шагу подошел, опять же, мы должны понимать, то есть он, то есть верующий человек, набожный человек, если он уже не скрыто там где-то взял любовницу себе или сожительницу и так далее, а как в большинстве случаев, опять же, работая, являясь имамом в мечети, когда, например, любовница может больше отобрать и даже все, что первое принадлежит, все, что его супруге принадлежит, все, отбирай, давай, уходи от своей семьи, переходи ко мне, он оставляет детей и свою супругу и уходит к своей любовнице, и так они дальше живут. Как, к сожалению, такие реальные, это мы видим, то есть происходит это. Но так, если та же девушка, которой она согласилась стать, там, выйти, там, пусть будет второй супруга, обычно это вдова, которая там осталась с детьми и так далее, то она понимает, что она куда идет, то есть у нее есть свое место, она ни в коем случае не имеет, там, никаких прав не имеет на первого его супруга, на его детей и так далее, то есть это ее, это мое и так далее. Опять же, тот человек, который уже прибежал к этому, он уже внутри, у него как бы вот некая совесть, домир, да, то есть он не будет поступать, если он уже пришел к этому, то что он хочет взять вторую или третью, то он понимает то, что обязанности, какие он должен выполнять первое, второе, третье, а так бы он мог взять себе, так скажем, сожительницу и так далее, и никто бы это не знал, как бы, то есть уже если до такого он уровень достиг, то есть я к чему это хотел все сказать, то есть потому что много про это мы сейчас тут говорили, про многоженство, просто хотел объяснить с точки зрения ислама, что такое многоженство, то есть опять же повторяюсь, то есть первое ограничение 4, если человек не может быть справедлив, тогда только одна, это уже приказ божий, только одна, то есть должна каждая там иметь то, что ей полагается, и у нее должен быть свой бюджет, вот один раз, когда я сам в Саудовской Аравии жил долго, 10 лет, мы приезжали с одним, и смотрю, 4 дома стоят такие красивые, у каждой рейнджер-ровер машина перед каждым домом, я говорю, это, наверное, 4 брата, нет, это, говорят, у одного 4 жены, у каждого своя машина, свой коттедж, вот это вот понимаем, ну как-то иногда бывает, что, так скажем, если он вдруг, например, при разводе и так далее не хочет выполнять свои обязанности, вот эта вот блокчейн-технология, это, наверное, чуть-чуть бы помогла ему подзатыльник, да, чтобы он себя правильно вел, да, спасибо, пожалуйста, спасибо вам.